Улица Челюскинцев, Октябрьского района. Это место давно облюбовали уличные торговцы всех мастей. Разрешения ставить здесь свои импровизированные прилавки у них нет. Но это никого не останавливает. Сотрудники районного отдела потреб рынка здесь бывают не реже двух раз в неделю. Выписывают предписание, просят свернуть торговлю. Но спустя пару часов стихийный рынок возрождается как птица Феникс. Сегодня мы проводим очередной рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли. Это источник антисанитарии и незаконного обогащения предпринимателей. Это еще не полный список нарушений товара сомнительного качества без сопроводительной документации. Покупка превращается в русскую рулетку. Никогда не угадаешь, какой опасной стоят в себе с виду безобидные мясо и овощи. Отравление не самый страшный финал. Местные жители к барышникам относятся с опаской. Очень некультурно, очень некрасиво. Я против. Есть специальные рынки, и нужно там и продавать. Здесь прям накалывают на 100-200 грамм. Берут лишние, не довешивают. На каждого продавца, что торгуют, здесь нелегально выписывают штраф. От полутора до четырех с половиной тысяч рублей. Но не все согласны с таким решением. Я стояла там, внутри стояла. Туда никто не заходит. Вот, разгоните их вначале, потому что они все стоят и смеются еще над нами, кто в киосках торгует. Потому что сюда никто не заходит. В планах районной администрации полностью очистить район от лотков. Там, где сейчас исчезают и возникает вновь стихийный базар, откроют бульвар. Сергей Кизоркин, Илья Овсяников, Станислав Левин. События. Продолжение следует...